Ага, как бы нам выманить их денюжки? Эти инстаграмные дурачки, которые хотят щелкать свою косметику на свои айфончики и потом ее выкладывать. Дадим им красивые баночки, и они будут в восторге. Я просто... Я просто удивлена. Вот так вот цензурно скажем. Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами проведем обзор бренда, который привел меня просто в настоящее состояние иступления. Это бренд из Нью-Йорка, который называется Glossier. И этот бренд, который произносится именно так, вроде, по словам американских блогеров, и часто в Америке даже критикуют тех блогеров, которые говорят неправильно, которые говорят Glossier. То есть надо как-то говорить Glossier. Вот так он по-настоящему называется. Это бренд чрезвычайно популярный в Америке. У них есть отдельные магазины в Америке, также у них есть официальный сайт, где они продают свои товары. И это бренд безумно хайповый, безумно инстаграмный. Если вы вообще интересуетесь американской косметикой, вы скорее всего в инстаграме много раз видели их баночки, их бутылочки, потому что это реально вот просто невероятно, невероятно модно в Америке. Он такой, знаете, чистенький, он такой, он дорогой, то есть я потратила на вот это все богатство 234 доллара. Мне еще повезло найти купон, с которым я чуть-чуть сэкономила, в результате у меня получилось на все 190 долларов, то есть это 17 тысяч рублей. Вот я потратила на весь этот ассортимент вот таких чудес. И он, знаете, такой очень пафосный какой-то, то есть вот типа сфоткай меня в инстаграм, скорее выложи, пусть все знают, что у тебя есть деньги на то, чтобы купить вот такую баночку. И даже многие американские блогеры сами говорят, что это бренд, который покупают те люди, которые считают, что вообще нет никакого смысла покупать косметику, если ее нельзя красиво сфотографировать и выложить в инстаграм. Ну, как вы видите, с красотой этикеток у этого бренда нет вообще никаких проблем, и я его заказывала на официальном сайте с доставкой через посредника из Америки, потому что у них нет прямой доставки. Все пришло вот в таких вот косметичках, это такие пакетики диплоки, которые, ну, на самом деле удобные, потому что тут уже внутри вот эта пупырчатая пленка, то есть они сэкономили, можно сказать, даже на упаковке, положив это вот в такие косметички. Но реально, можно ее потом даже и использовать. В общем, я уже вся накрасилась, как вы видите, макияж мой выглядит совершенно чудовищный. И сейчас я вам немножко еще расскажу про этот бренд, про то, что я купила и как я сожгла себе вчера лицо, а потом уже мы с вами будем вместе смотреть то видео, когда я крашусь, еще не знаю, как все будет ужасно в дальнейшем. В общем, небольшой экскурс в историю этого бренда. Основательница бренда, ее зовут Эмили Вайс, и, кстати, если вы посмотрите в Википедии, кто такая Эмили Вайс, вам выдаст в Википедии сразу двух человек. Одна это предпринимательница, собственно, наша Эмили Вайс, и еще одна это женщина-химик-исследователь. Я думаю, что бренду вот такое соседство только на руку, потому что многие подумают, о, химик, химик основал этот бренд, но на самом деле это не совсем так. Если вы почитаете про биографию Эмили Вайс, то это, знаете, как вот читаешь просто про героиню сериала Сплетница, настолько там все вот прямо дышит вот этим нью-йоркским духом какого-то такого предпринимательства. Эмили Вайс родилась и выросла в Коннектикуте. Если вы смотрели американские фильмы, вы знаете, что это такой богатый штат, и многие американские бизнесмены из Нью-Йорка говорят, вот заработаю много денег, куплю дом в Коннектикуте, перевезу туда свою жену, мы там, в общем, родим детей и будем жить, поживать в этом замечательном штате. У нее отец, у этой Эмили, действительно бизнесмен, он исполнительный директор миллиардной американской компании, ее мать-домохозяйка. И когда Эмили еще была юной очень, она работала стажером в журнале Teen Vogue, также она работала стажером у Ральфа Лорена, и была у него даже моделью. То есть уже, видите, так, ох-ох-ох, к чему же все идет. Когда она закончила университет Нью-Йорка, она работала ассистентом в журнале Vogue, и работала еще ассистентом в журнале W Magazine. То есть тоже вся карьера идет вот куда-то в сторону моды и в сторону красоты. Затем все становится интереснее, потому что в 2010 году она создала свой блог, который до сих пор очень популярен в Америке, вы, в принципе, можете его найти в интернете, который называется Into the Gloss. Этот блог, он специализировался в основном на интервью со всякими известными женщинами. Там была у них Карли Клосс и другие, ну, такие вот прям модели, известные нью-йоркские барышни. И одним из основных моментов этого блога было то, что эти барышни показывали Эмили содержимое своих шкафчиков. Там была такая рубрика, которая называлась Верхняя полочка. Типа, чем же мы пользуемся, чем же мы наши лица прекрасные мажем? Ну и, в общем, эта рубрика была просто фантастически популярна, после чего Эмили решила, вот она, вот она идейка для бизнеса. И в 2014 году она нашла инвесторов, которые вложились в ее проект вот этого бренда, который называется Glossier. И в первую очередь они выпустили 4 продукта для кожи, ну и потом уже расширили свой ассортимент довольно серьезно. У них сейчас есть и уход, и декоративная косметика. Сегодня мы в основном будем использовать декоративную косметику. Давайте теперь расскажу вам, как я вчера сожгла себе кожу при помощи вот этого стика от бренда. Это стик, который предназначен для лечения акне. Вы можете у меня заметить вот здесь вот красное пятно, также вы можете у меня прыщики вот здесь заметить, и вот здесь тоже заметить прыщики. Он стоит 14 долларов, и сколько это по курсу получается? Ну, примерно 1000 рублей. В составе этого стика в основном бензоилпероксид. Здесь 5% этого вещества, и это на самом деле очень высокая концентрация. Если вы когда-нибудь лечили прыщи с помощью аптечных средств, таких как, например, базирон, вы знаете, ну, по сути, базирон, я сейчас его ни в коем случае не рекламирую, это просто аптечное средство, не применяйте его без контроля врача, потому что оно очень жесткое. В общем, это средство, оно продается в аптеках, базирон, оно стоит 860 рублей за 40 грамм, здесь 3,5 миллилитра, и это то же самое, то есть, что там вот этот бензоилпероксид в составе 5%, что здесь то же самое, но здесь 1000 рублей за 3,5 миллилитра. И вчера я нанесла это средство на лицо, буквально на 3 минуты, мне показалось, что здесь у меня какой-то прыщик назревает, здесь у меня что-то какой-то прыщик был, и вот здесь вроде тоже что-то вылезает. И буквально через вот эти 3 минуты я почувствовала дикое жжение на коже, знаете, такое, когда у вас начинает просто раскалываться голова. Я увидела в зеркале, что у меня конкретно огромные красные пятна. Здесь у меня до сих пор ожог остался на лбу, я надеюсь, что через пару дней он пройдет. Здесь у меня какие-то прыщи вылезли лишние еще вокруг того, который и так уже был, и здесь тоже какая-то образовалась сыпь. Я, в общем, в шоке просто от этого стика. Понятное дело, что это сильная вещь, и еще раз вам скажу, вы такие вещи без назначения врача не применяете, потому что 5% содержания вот этого бензоила, бензоилпероксида, это реально круто. То есть даже у аптечных средств есть концентрация, там, например, 2,5%, 5% это очень много. Вот таким вот образом, дорогущей косметикой за 17 тысяч рублей я себе сожгла кожу. И следующее, что я хочу вам сразу показать и сразу похвалить, просто потому что в макияже, ну, не знаю, как мы дальше это будем применять, это вот такой бальзам для губ, который называется Dotcom. Это вишневая версия, всего у них там много разных версий, и такой бальзам стоит 876 рублей. По-моему, это бальзам на основе вазелина. Это топовый их продукт, и чем эти продукты топовые в Америке? Тем, что они имеют совершенно потрясающий аромат, и он действительно восхитительно пахнет. То есть здесь такой мощный аромат вишни, на губах он ощущается прекрасно, но по сути это как бы вазелин. Здесь в составе вазелин, воск и несколько там масел. Ну, то есть это, знаете, такое средство, которое реально хорошо своим ароматом и ощущается на губах нормально, но потом вы понимаете, что вы 860 рублей, 870 заплатили просто за обыкновенный вазелин. Ну, а теперь, ладно, хватит уже болтовни, и давайте, наконец-то, мы с вами перейдем к тому видео, где я наношу на лицо все вот это, и как все это получается. Наконец-то переходим уже к покраске, и первое, что мы будем делать, это применять их масло-сыворотку, которые как бы называются как гибрид. Имеется в виду, что это гибрид. Это вообще непонятное какое-то средство, которое вот так вот выглядит, и когда вы его наносите на кожу, у вас кожа просто начинает дико блестеть. Вообще, само название этого бренда, оно подразумевает, что вы будете очень блестящий. В этом, собственно, и есть концепция, то есть, концепция такая, чтобы у вас была супер натуральная кожа, чтобы вы выглядели абсолютно так, как будто на вас нет никакого макияжа, и чтобы ваше лицо было супер сияющим, чтобы у вас было заметно просто за 2 километра. Поэтому у них в основном в ассортименте какие-то сияющие тональные средства, вот такие вот вещи, и из косметики уходовой там тоже все такое, что придает сияние, и еще у них есть хайлайтеры, естественно. Так что сейчас мы с вами вот это все испробуем, эта вещь стоит 24 доллара, и, как обещает этот бренд, она не растворяет тональную основу, несмотря на то, что в ней содержится достаточно много масла. Вот что написано на сайте, осветляет, увлажняет, держится до 12 часов. Идеальное средство для начала макияжа, то есть, после того, как вы сделали весь уход, вы наносите это средство, и потом уже вы можете наносить дальше макияж. Пока что оно ощущается очень тяжело на коже, то есть, прям реально, знаете, как масло. Мне кажется, немного вот сейчас у меня такое впечатление, что мы снова с вами тестируем косметику Самосвет, просто немножко более пафосную и более дорогую. Ну ладно, вроде нанесли. Из интересных ингредиентов в составе глицерин, сквалан, дальше масло ЖЖБА, ну и другие масла. В общем, тут достаточно большой список ингредиентов, ну и пока что мы видим, что лицо просто стало очень масляное. Но при этом, знаете, оно липкое, и вроде немножко усаживается это средство, то есть, я думаю, что потом будет, наверное, как-то лучше. Следующее, что мы будем пробовать, это вот такой тональный тинт, который тоже предназначен для сияющей кожи. Стоил он... сколько? 26 долларов он стоил? 1898 рублей. В составе якобы есть некая бриллиантовая пыль, которая тоже придает коже сияние. Ну, давайте, давайте пробовать. Так, пока что я вижу абсолютно нулевой результат. Я не очень поняла, зачем все это было нужно за такие деньги, потому что нет вообще никакого пигмента на коже. Но, в принципе, про это многие говорили, что он практически не имеет пигмента, просто придает лицу сияние. Ну, я не знаю. Я вообще очень люблю вот эту концепцию чистой кожи, там, красивая кожа, но своя, как мы с вами любим. Многие белорусские биби-кремы такие легкие, которые просто выравнивают, или знаменитый биби-крем от Эрборин. Но все-таки, знаете, хочется хоть немножко покрытия, хоть вот прям, чтобы чуть-чуть оно было. Здесь вообще ничего как будто нет. Дальше мы с вами будем наносить консилер. Такой консилер стоил сколько? 18 долларов. Это 1300 рублей. И вроде как этот консилер это одно из немногих средств, которое действительно имеет пигментацию хорошую, и его можно достраивать. То есть, вы можете его побольше нанести, и тогда у вас, в общем-то, будет получше покрытие. Так, ладно, пока мне вообще не нравится то, что у нас получается, потому что у меня просто сальное лицо, и абсолютно, абсолютно, то есть, вообще нет никакого пигмента ни в консилере. Ну, в консилере немножко побольше, чем в тональном тинте, потому что хоть что-то замазывается. Но чтобы, знаете, что-то перекрыть, это, я не знаю, надо его, наверное, в пять слоев накладывать, и вот просто кисточкой вот так хоп-хоп-хоп нанесли, и потом примяли, и потом снова прям поверх вот этого пятнышка, не дай бог там куда-то протянуть его немножко, потому что он сразу скатывается просто с кожи, и его уже не видно. Дальше у нас с вами помада для бровей, которая является топовым продуктом от этого бренда, и называется она Boy Brow, то есть, как брови, как у мальчишки. Эта помада, она якобы замечательно фиксирует брови, и почему я говорю, что это помада, потому что это именно помада, по словам бренда, в формате вот такой вот туши для ресниц. Стоит она 16 долларов, то есть, 1168 рублей. Ну, давайте. Кстати, тушь реально неплохая, то есть, она действительно фиксирует что-то там, прокрашивает, и в ней есть микрофибры, то есть, которые еще уплотняют ресницы. Ну, нормально, пока что это, наверное, самый удачный продукт из тех, которые мы попробовали. Следующее, это тоже топовое средство, это румяна, которые жидкие, и они выглядят как вот такая вот, ну, тюбик краски, или тюбик зубной пасты, что-то вроде этого. У них, по-моему, есть 7 оттенков на сайте этих румян, и я взяла самый популярный, который 0,2. Ой, как много выдавила! Зачем я так много выдавила? Ну, ладно. Ну, поправлюсь! 6 оттенков этих румян, и все они символизируют цвета рассвета в Нью-Йорке. И стоят 18 долларов, то есть, 1314 рублей. Но румяна вроде симпатичные, больше ничего о них сказать не могу, они хорошо распределяются, и вроде такие легкие. Мне кажется, через какое-то время у нас что-то, знаете, на лице немножко начинает усаживаться, то есть, чуть-чуть оно как будто уже выглядит не настолько масляным, как до, но все равно результат пока не очень хороший. Следующее, что мы будем пробовать, это хайлайтер-концентрат, который выпускается в 4 оттенках, и этот хайлайтер должен просто идеально тушеваться на коже. Ну, давайте посмотрим, что там за концентрат такой. Ну, ладно, тушуется действительно хорошо, только вот выглядит не очень хорошо, потому что, ну, придало еще больше такого какого-то странноватого сияния, просто как будто я лицо опустила в какую-то сковородку, где, знаете, жарили курицу до этого, я вот так вот сделала, и все, его подняла. И вот что у нас получается в результате. Сейчас я накрашу глаза, я это сделаю отдельно, и потом уже вам расскажу, что я, что там у меня получилось, какие у меня впечатления. Для этого мы будем использовать тени в стике голубого цвета интересного, вот такую вуаль, которая цветная, ну, такая, знаете, блестящая фиолетовая, тушь и подводку. Ребят, что-то этот обзор вообще идет куда-то не туда, потому что мне откровенно больно на себя смотреть вот на то, как выглядит мое лицо, то есть вообще вот эта всякая пигментация, какие-то прыщики, и вообще эти красные пятна на лице ничем не перекрыты, и наоборот, знаете, как будто обозначены тем, что они вот такие вот сияющие прям внимание к ним привлекает все, что у меня есть на лице. Что по поводу глаз? Сейчас макияж глаз не прибавил мне хорошего настроения, потому что начали мы с совершенно чудовищной вещи, это тени. Я вас немного обманула, они не в стике, они в жидкой форме, вот так вот они выглядят, и это тени многообещающего оттенка. Видите, какой интересный голубой цвет? Но потом, когда вы начинаете их размазывать, вы, в общем-то, видите, что здесь на самом деле цвета-то и нет, что он полупрозрачный, что он... вообще это тени с пудровым финишем, то есть они, по идее, должны быть, наверное, какие-то пастельные. Ну, в общем, такой оттенок вроде, да, ладно, пастельный, но когда они застывают, они приобретают, знаете, такой оттенок чуть-чуть голубого на каком-то белом фоне. Они при этом еще и стойкие, такие вот цепки, они цепляются прям за ваши глаза, их крайне сложно оттереть. А оттирать их пришлось. Почему их пришлось оттирать, сейчас вам расскажу. Кстати, вот эти тени стоят... сколько они стоят? 18 долларов, то есть 1314 рублей. Я считаю, это полное безобразие, потому что тот оттенок, который получается у вас на глазах, он выглядит просто чудовищно. Он выглядит ужасно, с проплешинами, с какими-то белыми кусками, вот-вот все как-то через одно место просто выглядит. И когда вы сверху добавите еще чуть-чуть цвета, вот когда это все засохнет, это на самом деле ничего не исправит, потому что они начинают стягивать друг друга, когда вы их пытаетесь как-то растушевать, и все равно они застывают в результате в какой-то белый цвет, немножко с каким-то вот... с добавлением голубого. После того, как я расстроилась из-за цвета своих век, я решила совершить еще одну ошибку. Нанести блеск для глаз. И это блеск, который состоит из шести цветов. Эта линейка стоит 18 долларов, снова 1314 рублей. И это такая, ну типа как блеск, знаете, просто как жидкие тени с блестками. И вот так вот они выглядят. Ну вот-вот-вот так вот. Проблема в том, что эта вещь растворяет вообще все, что под ней. Абсолютно все. И, соответственно, когда у вас вот здесь такая получается грязно-голубо-белая вот эта текстура, которая уже в каких-то комках и которая уже выглядит плохо, вы сверху наносите вот это, и это просто все растворяет. У вас как будто проплешины на глазах вот такие, знаете, прям дырки от этой вещи. Причем сама по себе она смотрится, ну, более-менее нормально. То есть вот здесь нерастушеванная даже, знаете, есть какая-то вот цельность цвета у этой вещи. Но когда вы наносите на веки, если вы хотите это как-то растушевывать, то, разумеется, там получается абсолютно полупрозрачный какой-то легкий такой отблеск, который едва-едва видно. Но выглядит, честно говоря, некрасиво. Если бы еще у нас была какая-то плотненькая тоналочка такая снизу, какой-то плотный консилер на веках, тогда, может быть, еще как-то, знаете, ну вот не было бы этих естественных венок, которые проскальзывают, да, проглядываются через вот эту вещь на глазах. Было бы лучше, но так как у нас все блестящее, все полупрозрачное смотрится совершенно чудовищно. Дальше был лайнер. Но все-таки не все так ужасно у бренда Glossy. И этот лайнер, он был стойкий, стоил снова что ли 18? А, нет, 16 долларов, то есть немножечко дешевле. 1163 рубля получается он стоил. И здесь вообще-то действительно хороший лайнер. Здесь кисть, он не то чтобы прям бешеный черный, но вполне насыщенный. То есть он не серый, не какой-то там черный с проплешными, нормальную дает хорошую линию. Удобный, очень тонкий. Если вы прям любите тонкие лайнеры, но я вам не могу сказать тогда, закажите себе из Америки за 1000 рублей через посредник вот такой лайнер. Но в принципе он был действительно неплохо, что меня обрадовало, что он рисовал даже вот по этому безобразию. То есть в принципе по теням с какими-то блестками сложно рисовать. Тем более по таким, которые, знаете, все растворяют на своем пути. Но в принципе нормально, он справился. То есть лайнер действительно хороший. И самое последнее, что я пробовала, это тушь для ресниц, которая называется Lash Sleek. И это тушь с эффектом бэби наращивания ресниц, как было написано на сайте этого бренда. Что такое эффект бэби наращивания? Это, по их мнению, когда у вас ресницы просто длинные становятся. То есть это бэби наращивание. Так вот, видите, у нас новый термин. Я теперь его буду использовать, когда тушь не делает ничего, кроме удлинения. Но она реально хорошо удлиняет ресницы. Она их прям разделяет здорово. То есть они такие длинненькие. И вроде как даже немножко она их подкручивает. Если у вас ресницы лучше подкручены, чем у меня, то вам, наверное, вообще эта тушь понравилась бы. Ну реально, очень неплохая тушь. И сколько она стоила? Стоила она 16 долларов. Это 1168 рублей. Но бренд, конечно, очень дорогой. И часть из их продуктов, я вообще не понимаю, откуда они берут такие цены. Потому что вообще-то вот все эти вещи, которые мы до сих пор пробовали, есть аналоги у других брендов. И аналоги, в принципе, лучше даже работают, чем все это. Сейчас мы с вами еще нанесем помаду. И потом уже будем этому бренду выдавать какой-то вердикт. Помада одновременно сияющая и матовая. Представляете? То есть два в одном. И в линейке несколько оттенков, которые, как написано, на всех должны смотреться по-разному. Тут очень приятный аромат розы. Стоит она 18 долларов, 1314 рублей, 6 оттенков. В общем, давайте посмотрим, как она выглядит просто в своче. Какая-то она... У меня что-то, знаете, впечатление, как будто я где-то видела подобный продукт. То есть она очень жесткая. Она прям жесткая. И вот этот аромат розы, это что-то похожее на какую-то органическую косметику. Типа, знаете, вот с iHerb были какие-то похожие помады. Не могу вспомнить. Ну ладно, давайте нанесем на губы, посмотрим, как выглядит на губах. Помада эта должна быть с эффектом, типа, выцветших, зацелованных губ. То есть это называется эффект блотт. Как знаете, у многих у Colourpop есть такая линейка помад, которая называется Blotted Lip. То есть она такая полупрозрачная. Ну вот, что получается в результате. В принципе, цвет-то здесь есть, но он прям действительно, он прям совсем полупрозрачный. И стик жесткий. Он не жесткий, в плане в нем нет каких-то отдельных гранул. Но он, знаете, он вот прям плохо отдает цвет. То есть помада не кремовая. Она прям такая плотная очень. И вам приходится тереть-тереть губы, чтобы получить в результате какой-то цвет. Ну не знаю, как-то я вообще не поняла. Многие спросят меня, Оля, почему ты не заказала пудру? Ведь у них есть тоже пудра в ассортименте этого бренда. Но не заказала я по той причине, что они себя позиционируют. То есть даже исходя из названия, типа Glossy, то есть сияющий. И там все о сияющей коже. Если вы почитаете на их сайте там описание про косметику, вы поймете, что там сияете. В общем, будьте супер красивыми и супер модными со своим вот этим вот потрясающим сиянием. Ну, что, ребят, я могу сказать. Как-то этот обзор не задался у нас, по-моему, с самого начала. С момента, когда я вчера себе сожгла лицо при помощи вот этого стика. Я просто... Я просто удивлена. Вот так вот цензурно, скажем, мои вообще эмоции по поводу этого всего. Здесь были интересные продукты. Реально, были хорошие, которые мне понравились. Мне понравился вот этот бальзам. Я считаю, что он, конечно, не стоит 870 рублей, потому что это фантастическая цена для бальзама, основа которого это вазелин обычный. Но он классно пахнет. И, в принципе, если его рассматривать в отрыве от цены, это достаточно неплохой продукт. Если бы он стоил рублей 350, вот прям максимум, ну ладно, 500, вот максимум 500 рублей, то, наверное, я бы сказала, ну, в принципе, да, можно купить ради аромата, ради того, что он все-таки напитывает губы. Но потом, когда вы его съедите, уже вы понимаете, что это был такой эффект, только когда он у вас находится на губах. Дальше мне понравился вот этот вот гель-помада для бровей. Их всего 4 оттенка. Один прозрачный, один блондин, один коричневый, как у меня. И, по-моему, там совсем есть какой-то темный. Но, в принципе, она нормально фиксирует брови, она их подкрашивает. Правда, знаете, они такие липкие. То есть, немножко тут такая есть проблемка, что если вы летом будете краситься этой косметикой, вам там будет пух какой-то в лицо лететь, и все это у вас останется на лице. У меня лицо до сих пор очень липкое, и это, конечно, совершенно неприятное ощущение. Понравились румяна, но они... Мне кажется, их даже не видно у меня на лице уже. Они уже, наверное, все просто съелись и выцвели. Чудовищные тени, совершенно чудовищные. Это просто омерзительный продукт. Реально очень-очень плохой. Вот это я вообще не знаю. Я вообще не понимаю, как можно вот такую тональную основу делать. Это не случай с каким-то CC-кремом, который такой полупрозрачный, просто потому что она не делает ничего. Она делает ваше лицо очень жирным. И вот эта сыворотка, которую мы до того использовали, или в принципе она просто добавляет сальности вашему лицу. Но не знаю, это все вообще некрасиво ни разу. То есть у меня осталось впечатление от этого бренда. А, ну вот из хороших продуктов получается еще был лайнер и тушь, которые тоже понравились. К хайлайтеру я вообще осталась полностью равнодушна. У меня такое впечатление, что это бренд, это вот, знаете, самый плохой пример. Вот у меня в голове это Эмили Вайс, как, знаете, такая нью-йоркская дамочка, типа такая Миранда Пристли где-то рыщет, рыщет. И такая, ага, как бы нам выманить их денюжки? Эти инстаграмные дурачки, которые хотят щелкать свою косметику на свои айфончики и потом ее выкладывать. Дадим им красивые баночки, и они будут в восторге. А на деле сидит так, считает деньги и смеется. Ахахаха, я им подсунула какую-то дрянь, они покупают за такие цены. Но пока у меня такое впечатление. Ну, все-таки было несколько нормальных продуктов. Не знаю, ребят, напишите, что вы думаете, потому что я считаю, что это выглядит ужасно. Ну, то есть, объективно, у меня сейчас еще есть накладные ресницы, это как-то выглядит получше. Что хорошо выглядит на моем лице? Наверное, это стрелки. Все, больше у меня в макияже в сегодняшнем просто нет достоинств. Просто никаких нет достоинств. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Спасибо вам за то, что вы его посмотрели. Я надеюсь, оно вам понравилось. Я надеюсь, что оно вас немного повеселило, несмотря на то, что у нас как-то негативные такие были моменты в этом видео. И я вам сегодня желаю, чтобы у вас не было проблем с косметикой вообще, чтобы вы, когда начинали краситься, у вас не было таких моментов, когда у вас просто, знаете, начинается такое состояние близкое к какому-то помешательству, когда вам не нравится, как у вас получается, и вы так сидите и думаете, что делать, стереть? Или что вообще, что мне делать дальше? Вот. В общем, чтобы у вас всегда макияж удавался, если вы даже не краситесь, чтобы у вас, в общем, просто все было хорошо. Спасибо вам, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok